Улицу Спиранского, возможно, начнут соединять с улицы Чапаева в 2019 году, если областной департамент транспорта поможет городу деньгами. Вопрос был поднят на сегодняшнем приёме населения Андреем Шохиным. Только первый этап работ оценивается в 78 миллионов рублей. Состоять он будет в продлении дороги. Продолжение, скорее всего, сделают полукругом, потому что подъём здесь очень крутой. Изначально из тупика собирались сделать полноценный перекрёсток, чтобы автомобилисты могли ехать не только на Чапаева, но и поворачивать на улицу Василисина, Пугачёва. Но строительство форсирует региональный народный фронт в лице активиста Сергея Федяева. В результате, если деньги из дорожного фонда придут, будет заасфальтирован только подъём на Чапаева. Всё упирается у нас в дорожный фонд. На следующий год опять заявились, опять проводим разговоры с департаментом, чтобы нам включили эту стройку, причём первым этапом. Там на два этапа разбиваем строительство. Сначала напрямую. При этом саму улицу расширять не планируют, как и сносить несколько частных домов, как хотели изначально. Стоят эти дома напротив психоневрологического диспансера. В общем, на первом этапе хорошего для жителей домов вдоль Чапаева мало. Только увеличится трафик за счёт машин из микрорайона 8ЮЗ, где по самым скромным подсчётам проживает порядка 30 тысяч человек. Ситуация может развернуться следующим образом. Водители, желая обогнуть пробку на Верхней Дуброве, устремятся на Чапаева. Улица не справится с возросшим потоком автомобилей и тоже встанет. К решению проблемы можно было бы подойти комплексно, соединив микрорайон 8ЮЗ ещё и с улицей Диктора Левитана. Но Народный фронт об этом предпочитает не говорить. Зато ещё летом об этом начали говорить жители домов вдоль Чапаева. Дворы здесь сквозные. Жителям запрещают перегораживать их шлагбаумами и бетонными блоками. Водители этим пользуются. На Диктора Левитана, чтобы выезжали. Это будет... Вот здесь вот даже с детьми погулять, это невозможно. Здесь невозможно перейти, никто не останавливается. Это очень тяжело. Машина носится, скорость не сбавляя. Сколько уж тут кошек передавили, я вообще молчу. И дети вот выбегают. Что бывает, когда на узких улицах в разы увеличивается трафик, хорошо знают жители Стрелецкой. Ещё недавно их улица была похожа на деревенскую. Теперь, когда её соединили с Лыбецкой магистралью, люди лишились покоя. Вот посмотрите, это происходит на нашей улице. Сотни машин, сотни. Вот я снимал вчера вечером. Все сигналы проехать невозможно. Жители Перекопского городка к Шохину тоже с транспортной проблемой. У них по городку ходит только пятый автобус. И он не социальный. Как быть льготником? У нас жители лишены возможности пользоваться социальными льготами. Вообще не ходит ни одного автобуса с социального маршрута. Новый маршрут в Перекопский городок не добавят. Но социальными вполне могут стать пятые автобусы. Дал понять глава администрации. Что касается Стрелецкой, поворот на неё с Лыбецкой магистрали, конечно, никто не запретит. Но будут делать тротуары, где их нет. Может быть даже светофор на улице появится. Александр Инин, Артём Горчаков, Шестой канал.